На протяжении большей части истории в Древнем мире единственным способом передать сообщение было встретиться лицом к лицу в случае с речью или из рук в руки в случае с письменными документами до, разумеется, изобретения почтовых услуг. Если бы Иисус появился в период истории, когда правили различные империи с 2000 года до н.э. под 30-й год до н.э., то ни одна из этих начальных почтовых систем не принесла бы пользы ему или его последователям за пределами ограниченных областей, оккупированных каждой нацией. И снова Рим предложил более сложное решение. Август создал службу под названием Курсус Публикус с 30-й по 25-й год до н.э. На момент создания это была самая передовая система на планете. Она делала больше, чем просто доставляла сообщения. Она также перевозила в Рим чиновников и налоговые поступления из отдаленных провинций. Сеть в значительной степени зависела от превосходной транспортной системы Рима. Почти 47 тысяч миль новых дорог были построены Августом и его преемниками. А также от безопасности и силы, которую предлагала Римская империя. Используя персидскую систему ретрансляции, римляне построили форты и станции на своих исключительных дорогах, каждая из которых располагалась на расстоянии одного дня пути друг от друга. Курсус Публикус был быстрым и надежным, особенно по сравнению со своими предшественниками. Что еще более важно, система была создана для распространения информации по географически обширной Римской империи с возможностью выхода даже за ее пределы. К тому времени, когда Иисус появился на сцене, Римская империя была готова передать его послание.